Заметка Дюранга. Всё больше и больше пьяниц в последнее время упоминает говорящих кошек. Это какая-то очень смешная шутка для своих или что? Убежище номер 9. Привет, мобили и геймеры! С вами Фликер и я продолжаю проходить Дюранга. Сейчас я должен отправиться на этом воздушном шаре на свой остров. Посмотрим, что дальше будет. Может быть не свой остров, а просто мне дадут какое-то местечко на острове, где я смогу построить своё владение. Итак, как вы видите, я немножечко так приоделся. На мне какие-то листья. То есть так меня будут принимать за своего. Как будто я здесь уже давно, короче, нахожусь. Первобытная баба такая у меня. Ну ладно, короче, сейчас мы отправимся на воздушном шаре. Покинуть нафиг этот остров. Итак, создайте свой собственный, освоенный остров. Так, выберем ландшафт. Чё нам отсюда нравится? Вот здесь как будто кто-то с небоскрёба упал и разбился. Вот слева, справа его ручку, видите, голова и две ножки. И, видать, чувак был жирный. Далее, вот это, конечно, поприкольнее. Здесь как будто с хвостом чувак. Вот это тоже забавно смотрится. Так, какой выбрать остров-то? Даже не знаю, ландшафт. Ну, давайте вот разбитого жиробаса выберем. Итак, перейти на выбранный, освоенный остров. Да, переходим. И полетела она. Спасибо всем за комментарии под предыдущим видео. Итак, тут на заднем фоне как бы чувак летит. Чтобы сделать почву плодороднее, добавьте в неё удобрение. Понятно, будем заставлять, короче, динозавров ходить на эту почву. Коров-то тогда не было, наверное. Руководство по выживанию. При первом исследовании кратера, радость открытий быстро избавит вас от усталости. Понятно. Луга. Уровень десятый. Завершено. 33 августа. Обалдеть. 33 августа, прикиньте. Не 30-е даже. Завершено. Один маленький шаг. Т-камни получили. Самоцвет переноса. Сообщение от Кей. Тебе нравится твой освоенный остров? Никому не говоря о том, что я тебе сейчас скажу. Тебе доводилось слышать о 33 августе? Конечно, нет. Это очень личное дело. Но мне нужно с ним разобраться. Если честно, ты можешь что-то об этом знать. И это одна из причин, почему я тебя спасла. Поэтому, если узнаешь, что это такое, сразу же свяжись со мной. Неважно, где ты будешь находиться и во сколько это произойдёт. И спасибо. Вот так вот. Вперёд, первопроходец. Итак, я вижу плод. Вижу рыбок. Как насчёт того, чтобы приземлиться? Эй, слышишь меня? Хорошо. Похоже, тебе удалось без проблем добраться до освоенного острова. Знаю, тебе многое пришлось потерять, но и приобрести получилось немало. Опыты, например, и навыков. Правда, так будет не всегда. Жизнь в Дюранго тяжела. Рано или поздно осознание потери настигнет тебя и останется с тобой навсегда. Это то, что мы потеряли дом и больше никогда в цивилизацию не вернёмся. Не вернёмся к ютубу. Не вернёмся к гаджетам и так далее. Ладно, не буду иронизировать. Но жизнь продолжается. И радиотехнологический университет, по-моему, правильно я назвал, поможет вам это понять. Как вам вид? Воздушный шар апогей в дюранговских путешествиях. Твои владения на этом освоенном острове станут твоей базой. Оглядись и найди подходящее место. Окей. Управляйте воздушным шаром. А, мы можем... Вау, я могу летать. Нашли место для постройки владения? Если вам понравилось место, высаживайтесь. Так, давайте сначала всё-таки осмотримся. Ну, здесь дальше вон горы всякие идут. Вообще можно пролететь и посмотреть, что у нас тут. Куст малины. Булыжники. Я, наверное, бы... Так, здесь вот мало что-то. А у нас что за карта-то? Я уже забыл. А, да, расплющенный мужик. Давайте. Куда-нибудь серёдочку. Да какого фига здесь? Речки-то не должно быть тут речки. Но она всё-таки здесь есть. Пожалуй, я, может быть, вот здесь окуну. Здесь деревья есть. Так, покиньте воздушный шар. Давайте вот здесь вот покинем. Если вы покинете воздушный шар, то не сможете вновь вернуться в него, высадиться в этом месте. Да. Прям в серёдочке почти карты, да? Ну, нет, не в серёдочке, но... У пупка, так скажем. Отлично. Так, чё тут нам предлагают? Владение. Вы можете заявить свои права на владение на своём освоенном острове. Создайте владение на своём освоенном острове, чтобы заявить права на эту местность. Это, по-моему, толстой, да? Похож. Хотя, может быть, просто любой дедок с бородой. Так. А, мы можем выбрать, да? Ну, давай вот здесь вот. Та-дам! У меня есть небольшой квадратик. Выберите вернуться к владению на карте. Теперь это ваша земля. Куда бы вы ни отправились, вы всегда можете вернуться в это место. Освоенные острова довольно необычны. Стоимость содержания, прочность строения, здесь это не важно. Я знаю, что жители Дюранга любят винить во всех бедах перенос. Но на этот раз дело похоже действительно в нём. И всё же эти освоенные острова не идеальны. Например, на них очень мало природных ресурсов. Вот так вот. Природные ресурсы на освоенных островах не восстанавливаются. Кей, наверное, дала вам порядочных материалов в убежище, да? Можете использовать их для обустройства своего владения. Самодельная палатка будет хорошим началом. Заодно установите и дорожный знак. То есть мы, скорее всего, будем отправляться на другие острова и там, наверное, добывать ресурсы, убивать каких-нибудь динозавров и, может быть, приручить потом. Кто-то мне отписывал в комментариях о том, что можно будет приручать, и есть такой навык. Дорожные знаки придают вашему владению индивидуальность. Они позволяют вам показать другим первопроходцам, кто вы на самом деле. Понятно. Ну, пока, честно говоря, у меня... Листья на мне и... Тапочки из листьев. Так. Изготовить, построить. Так. Установка, украшения. Дорожный знак. Сирис. Построить. Я бы его вот сюда переместил. Давай. Ногами ты умеешь строить? Красавица. Так, автоматическое заполнение. И давайте накидаем. Дорожный знак будет готов через одну минуту. Можно же, конечно, ускорить, да? А, во, мгновенное выполнение. Не, я не хочу. Пусть он это работает. Мы пока можем, короче... Островной рынок. Что за дела? Нет. Это пока мы не будем делать. Мне нужно изготовить и построить отдых, открытие, хранилище, верстак, костер, самодельная палатка. Вот. Давайте мы ее построим где-нибудь вот здесь. Пока там у меня устанавливается, еще надо, я думаю, развести костерочек. Так, отлично. Накидали. У меня закончится создание дорожного знака после завершения. Да пусть он это устанавливается. Я пока сейчас еще изготовлю себе костерочек построить. Нет, туда не надо. Вот прям где-нибудь здесь. Все, сейчас все клеточки заполним, пока у меня там производится. Все, дорожный знак у нас выполнено. Итак, а что будет написано-то? Можно я что-нибудь там напишу? Нажмите на дорожный знак, чтобы написать на нем что-то. Если вы уже что-то написали на своем дорожном знаке, дальше вам стоит установить. Я не успел прочитать. Так, изготовить самодельную палатку. Ну я изготовил уже. Она у меня уже есть. Короче, вот, 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 сейчас выполнено. Нажму. Ну, самодельная палатка у меня есть. Блин, засранец, мне придется две палатки. Короче, не нужно опережать тут задание. Придется другую снести. В каждом владении должно быть укрытие. Даже самодельную палатку можно использовать в качестве укрытия и выбрать в качестве точки маршрута. Да, ты наверняка уже путаешься. Владение, точка маршрута, в чем разница? Ламар объясняет разница между владением и точками маршрута. Давайте послушаем его. Владение это ваша личная территория. Уважение этих границ один из немногих законов, которые для первопроходцев священны. Разумеется, вы можете давать разрешение другим первопроходцам использовать вашу собственность, но земля все равно принадлежит только одному человеку. Точка маршрута это совершенно другая вещь. Ты можешь жить на чужой земле, если у тебя есть разрешение. На самом деле многие делят пространство с другими. Если тебе придется разведывать местность вдали от своих владений, ты также можешь поставить там точку маршрута, чтобы было куда возвращаться. Для этих уроков настанет время, когда ты станешь настоящим первопроходцем. Давай сосредоточимся на завершении самодельной палатки в твоем владении. Да все, она у меня же завершилась, чувак, блин. Пока ты тут базарил, я уже вторую построил. Обозначь временную палатку на свою точку... Вот, назначить точку маршрута. Две палатки у меня. Ладно, добро пожаловать в гости. Кто там у меня? Хочет побывать. Здесь нет государства, которое могло бы защитить твое владение. Однако есть так называемое соглашение первопроходцев. Честно говоря, соглашение не является документом, а лишь всеобщим негласным обещанием. Это обещание уважать границы владений друг друга. А тебе известно? Известно, что капитализм и демократия существуют в дюрангах. Блин, они и тут есть. А социализма нету, да? Однажды вы станете выдающимся первопроходцем. Я с вами свяжусь, когда придет время для следующего урока. Радиотехнологическому, я сказала, радиотехническому университету нужны талантливые люди вроде вас. Хотите узнать о нашем обучении? Конечно, да. У вас там, надеюсь, семинары по бизнесу не проходят? А то их так не хватает. Каждая учебная программа, выберите программу, чтобы взглянуть на связанные с ней навыки, советы и так далее. Со временем вы естественным образом продвинетесь в... Со временем вы естественным образом продвинетесь в освоении той или иной программы. Так что не ломайте голову и просто выберите что-нибудь. Освоив одну программу, вы сможете продолжить обучение, выполняя более сложные задания. Окей, короче, сейчас выбирайте любую, а потом можете все остальные тоже освоить. Так, изготовление оружия, протяжное дело, кулинария, жилые помещения, сбор, земледелие. Ну, наверное, все-таки мне надо оружием заняться, чтобы убивать, добывать мясо, а с готовкой я уж как-нибудь потом определюсь. Привет! Доктор Ламар уже рассказал тебе об освоенных островах. Может, сейчас и незаметно, но в этом мире живет много людей. Некоторые станут вашими друзьями, другие врагами. Но вначале все будут незнакомцами. Итак, теперь у тебя есть владение и место для отдыха. Похоже на свое собственное островное государство, правда? Население Адын. То есть, со временем у меня и люди появятся, да? Пришло время перейти к следующему шагу, но осторожно. Будет нелегко. Пора узнать разницу между нестабильными и освоенными островами. Так, Кей хочет поговорить о нестабильных островах. Нестабильные острова? Давайте узнаем. В Дюранге есть немало переносов. Некоторые из них довольно малы, но другие могут поглощать целые острова. Это как случилось с поездом с нашим, видимо. Какой смысл строить свой дом на острове, который исчезнет через пару часов? Именно поэтому владение обычно находится на освоенных островах. В чем единственный минус? На освоенных островах мало переносов и ресурсов. На нестабильных же островах все это имеется в избытке. Понятно? Переносы могут наносить ущерб местной экосистеме, но они также жизненно важны для распределения новых ресурсов в Дюранга. Вы не будете настоящим первопроходцем, пока не побываете там хотя бы раз. Вам нужно немного изучить неизведанное, понимаете? Показать на что вы годитесь. Наставление. Нажав на значок якоря в правом углу, вы, наверное, выберете тот или иной навык. Так. Пожалуй, наверное, все-таки оружие в первую очередь нужно осваивать. Хотя можно и кулинарию собирать какие-нибудь ягоды и знать, какие можно есть и какие нет. Нет. Блин, все равно я с оружия начну. Не дай бог кто-нибудь нападет на меня. Так. Сюда меня просят нажать. Кузнецы куют наше будущее. Пусть у первопроходцев нет клыков и когтей, зато у них есть кузнецы. Эти ремесленники их сильнейшее оружие. Так. Детали оружия и готовые предметы. Обычно оружие состоит из клинка, крепежа и рукоятки. Тип готового предмета зависит от вида клинка. Как проверить показатели? Коснитесь рецепта и показателей предмета. Ветки, ребра и кости ног обладают показателем палка. Хорошие материалы и хорошее оружие. У некоторых материалов есть особые показатели. Оружие, сделанное из костей с мелодона, обладает показателем увеличивающим атаку. Понятно, короче. Характеристики, короче, и статы оружия будут зависеть, с чего вы его собираете. Обработка материалов. Итоговые показатели могут изменяться в зависимости от метода обработки материала. При десульфировании металла повышается его прочность. Атака увеличивается при обжиге. Понятно. Ну, естественно, у нас будет определенный запас прочности у того или иного оружия. И со временем он будет, скорее всего, портиться. Потом его надо будет либо чинить, либо выкидывать, либо перерабатывать. Прочность и починка. Снаряжение, прочность которого упала до нуля, можно восстановить с помощью ремонтного набора. Однако, это понизит его максимальную прочность. Понятно. Как повысить уровень навыка создания оружия? Изготовление оружия и материалов для него повышает уровень соответствующего навыка. Создайте оружие, с которым вам будет спокойно за свою жизнь. Так, здесь все, по сути, важно, блин. Но, так как основными навыками боя я уже обладаю, надо, наверное, мне жилым помещением, может быть, заняться. Да, давайте на архитектуру, короче, сменим. Власть строителей. Все хотят подружиться с архитектором, потому что в его руках сосредоточена вся власть. Важность построек. Без верстака вы ничего не сможете изготовить. Он необходим даже для изготовления деревянных тарелок. Где и как строить? Строительство несколько отличается от обычного изготовления предметов. Убедитесь, что вы выбрали подходящее место, прежде чем размещать материалы. Постройки служат отражением материалов. Внешний вид построек зависит от использованных материалов. Кожаная крыша, каменные стены, деревянные полы и так далее. Попробуйте создать свою уникальную постройку. Важность уровня построек. Повышайте навык строительства, чтобы увеличить вероятность успеха, получить доступ к улучшенным постройкам и другим полезным свойствам. Мебель для помещения и удобства. Ну красота, телека только нету. Но я смотрю, беговая дорожка уже. Уже имеется и унитаз, даже камин прикольный. Каждый предмет мебели для помещения имеет уровень удобства. Обставляя свой дом мебелью с высоким уровнем комфорта, вы будете снимать усталость еще быстрее. Так, как повысить уровень навыка строительства? Постройка новых сооружений или создание строительных материалов повышает навык строительства. Используйте его, чтобы менять окружающий мир. Понятно. Так, якорь, короче, все. Мы будем заниматься строительством. Коснитесь гавани у моря, чтобы поставить парус. Так, поставить парус. А, мы сейчас, скорее всего, на какой-то остров отправимся, да? Доступно обнаружение... Поиск, неизвестный остров. Окей. Карбонара Колумбия, парус. Отправляйтесь на остров Карбонара Колумбия. И, короче, Т-жетоны как раз, блин, Т-жетоны из асфальта девятого. Т-монеты. Они здесь называются. Оглушенных диких животных можно приручить. Вот так вот. Ну, естественно, надо навык приручения открыть. Карбонара Колумбия. Руководство по выживанию. Уровень первопроходца освоенного острова и физического сопротивления необходимы. Чтобы отправиться на архипелаг с более высоким индексом нестабильности. Понятно. Так, Т-жетоны... Блин, Т-жетоны. Т-камни это, не монеты. Вы собираете ресурсы на острове с саванной, когда приходит сообщение от Кей. Все многочисленные организации обладают огромными знаниями. Отправляйтесь в лагерь и свяжитесь с информатором. Отправляйся в лагерь, свяжись с организациями и выполняй задания. Пора оставить статус выжившего позади и стать первопроходцем. Вот так вот, короче. Ну, здесь другие чуваки. Исследование саванны. Ну, давай, погнали. Песочек здесь. Так. Чье задание выполнить? Здесь есть что-нибудь у нас вообще? Как тебе плавание? Этот остров немного другое, не так ли? Это нестабильный остров. Такие острова исчезают. Обычно первопроходцы собираются здесь в лагере. В любом случае добраться до нестабильного острова большое достижение. Ты тоже ощущаешь это, правда? Будто скоро случится что-то хорошее. Разведывай местность, собирая ресурсы для своих владений, делай что захочешь. Прикольно. Теперь, когда ты на нестабильном острове, самые разные организации, вероятно, попытаются тебя чем-то занять. Правда, компания не станет заставлять тебя работать бесплатно. Они заплатят за выполненную работу. Будь на связи. Понятно? Окей. Кто мне даст тут какое-нибудь задание? Самодельный верстак, центр связи. Ну, давайте. Примем задание. Дай человеку рыбы. Жители лагеря часто варят кашу, но добавляют в нее только мясо. Нам нужно показать им, что существуют другие ингредиенты. Например, рыба. Для ловли используется гарпун или рыболовка. Окей. Так, я рыбу вижу или что это у нас там? Что это такое? А он рыбу может быть несет? Мне он показывает еще. Задание. Поддержка организации. Список поддержки. Запрос. Отлично. Отлично. Так, замечательно. Так. Выполняйте задание. Это все понятно. Получить уровень один или выше предмет со свойством рыба. Так. Мне нужно... Все задание от организации. Это понятно все. Добрый день. Я Олец Зе, директор пиар-отдела хлорофилового форума. Офигеть. Прошу прощения, что представляюсь по рации. Зная, формальное приветствие было бы уместнее, но приходится обходиться тем, что имеем. Целями хлорофилового форума является защита экосистемы Дюранга и содействие устойчивому развитию. Вам доводилось слышать сообщение форума по рации? Надеюсь, оно вдохновило вас так же, как и меня. Мне интересно, не хотите ли вы присоединиться к форуму? Прежде чем вы ответите, знаете, что форум оплатит вашу помощь. По соображению безопасности вы сможете узнать детали только в центре связи в лагере. Понятно, чувак. Снова иди в центр связи. В любом случае, скорее всего, надо будет принять эти условия. Так. Это у нас выполняется. Давайте начнем задание. Сейчас мы исследуем влияние переноса на геологию Дюранга. Нам нужны камни из окрестностей кратера. Я дам тебе координаты. Отправляйся туда. Собери образцы того, что называется булыжник. И отнеси их в пункт разгрузки. Окей, начнем задание. И то задание начнем. Так. Ну, давайте, наверное, в пункт назначения сначала отправимся. Где у нас тут находится? Йоперный театр. А что так далеко-то? Ну, по пути, может быть, я и другую миссию выполню. О! Что тут? Перенос. Нет, переносом я не хочу заниматься пока что. Росинка. Что здесь у нас? Стебель. Галька, нет, это пока нам не надо. Короче, бежим к булыжникам. Посмотрим, что там у нас имеется. Какие-то непонятные тут сверчки летают, что ли. Или светлячки. Опа. Что за звук был? А, у нас там кто-то ходит. Так, ёперный театр. Мне так долго идти надо. А у меня еще и усталость. А она плавать может? Косяк рыбы. Рыба. А я ее поймать не могу, потому что мне надо... А, изучить. Сейчас, погодь. Деревянная эта, самодельная лопата. Так, мне нужно что-то типа для охоты, да? Самодельный одноручный нож. Импровизиционный одноручный молот. Так. Что-то там как-то глубоковато. Давайте мы сначала разберемся с навыком, короче. Где у нас тут рыбы есть? Выбрать навык. Деревянный гарпун. Во! То, что мне надо как раз. Ща мы сделаем гарпунчик. Так. И где гарпун мой? Отдых и открытие. Хранилище верстак. Одежда, оружие. Самодельный... А, вот он, деревянный гарпун. Изготовить. Я немножко тут рыбкой позанимаюсь, окей? Давай-ка мы... Хдыщ! Есть одна рыба. Хдыщ! Есть еще одна. Сейчас здесь тоже. Хдыщ! Хдыщ! Странно. Мне интересно, она поплывет. Она поплывет! Прикольно. Я думал, что вода ее остановит. Так, и че? Че мне туда плыть нельзя, чтобы офигели? Так, ладно. В пункт разгрузки я позже доставлю. Давай по суше тогда. Доберемся до... того места. Блин, ты че тут как? Воды-то много, а? Ты переплыть не сможешь, что ли? Подруга. Тоже застопориться или нет? Да ёперно, нельзя зайти глубже. Плавать вроде умеет. Ну ладно. Кстати, вот в игре реально залипаешь надолго. За счет того, что по-другому не получится. Реально надо изучать этот весь мир. Так. О! Обнаружено новое животное. Давайте наваляем ему. Давай оглушим его. Ну пока не так много вроде бы жизни она добавляет у меня. Все, вернулась. Молодец. Давай. На. Промазала? Серьезно. Все завалили, короче. Давайте миску заберем. Ну так. По пути. Так. Маврация. Извилистое. Что за бревно? Она автоматически использует этот. Ну вот я так просто по пути решил собрать. Да ёперный театр, блин. Здесь что-то очень много воды. Они, короче, я церних. Давайте ему тоже наваляем. Что, не получилось оглушить? Давай уворачивайся, подруга. Я же нажал. Вот это другие твари, короче, подключились к нему. Закончить бой? Ну нафиг. Давай вали, подруга, вали, вали, вали. Нафиг сейчас, что, убьют меня. Так, а у меня есть что-нибудь покушать? Сумка. Так. А, я это не могу поесть, да? Во, я вот это могу. Давай, кушай, подруга. Энергию восстановишь. Так, нафиг вас. То есть, когда мы нападаем на какого-нибудь динозаврика, есть вероятность того, что другие твари начнут тоже на нас нападать. Блин, как далеко-то обнаружено. Да мне кажется, вот это вообще безобидный, да? Давай, давай, вали его, вали. Молодец. Боевая система, мне сказали, тут сложненько. Блин, ну он, смотрите, какой прыткий и уворотливый, засранец. Давай. Давай. На. На тебе. О, вернулась. Надо, короче, чуть заранее нажимать. Давай, последний удар. Костя, мясо заберем. Кстати, многие увидели, наверное, что кнопочка серебряная ко мне приехала. В сообществе на ютубе я разместил фото. Чуть позже я сниму распаковочку и всем покажу, что там у меня. Да ёперный театр. Опять сейчас мне далеко не заплыть, да? А там, наверное, всякие твари могут быть, да? А нет, смотрите, я смог. Я смог! Надеюсь, тут тираннозавра нет никакого. Ох, тут. Слева много тварей было. Итак, мы вроде пришли туда, куда надо. Почти, почти, почти. Кратар. Обнаружена каменоломля. Радость открытия. Сделайте важное открытие и можете забыть об усталости. Так. Давайте. И чё? Короче, мы осколок камня нашли. Теперь в пункт разгрузки нужно только добраться. Ну, погнали, погнали. Сейчас то хоть карта открыта у меня уже. А, это она, типа, может быстро так... Но при этом, наверное, усталость поднимается. Давай, давай, вот. В обходик, в обходик. А, блин, здесь опять плавать надо. Ну, короче. Пойду-ка я там, где шёл. Слоновая трава. Тростник. Всё понятно. Надо сейчас всё отнести и получить новые какие-нибудь задания. Буду всё это, скорее всего, перематывать, чтобы вы не наблюдали за этими похождениями. Опа, я ещё один кратер открыл и уровень поднял. Обалдеть. Повышение уровня категории выживания 13 уровень. Всё понятно. Ещё один сейчас. Та-дам! Да вообще прям красавчик. Сделайте важное открытие и можете забыть об усталости. А, ну понятно, вы видите, у меня усталость уменьшилась. Елефантилус. Так. Вы промокли, температура вашего тела опускается. Усталость можно переносить в жаркую погоду. Так. Блин, жесть, такой здоровый остров, а я такая маленькая. Ну ничего, сейчас мы доберёмся, всё скинем. Дальше ещё дадут задание и предлагаю на этом закончить. Иначе тут вообще долго придётся мне бродить-ходить. Надо как-то укорачивать эти видосы. Либо следующий видос я сделаю после того, как разовью хотя бы свой остров. Немножко позалипаю в игре. Ещё чуть-чуть осталось. Но есть вероятность того, что появится какая-нибудь другая новинка. И я забью на эту выживалку. Вообще мне в детстве очень нравились тоже динозавры. Так, пункт разгрузки. Заполнить автоматически. Сдать. Окей, бабочки мы получили. Награды. Компания. Заполнить рыбы. Сдали. Всё отлично. Нестабильные острова дают множество возможностей. Чем больше делаешь, тем быстрее заполняется сумка. Когда у тебя заканчивается место или энергия, вернись во владение на своём освоённом острове, чтобы сориентироваться, использовать ресурсы и запланировать свои следующие действия. Вы можете вернуться к точке маршрута или в свои владения в любой момент. Да? К точке маршрута. Давайте посмотрим, где у меня точка маршрута. На моём острове, скорее всего. Итак, руководство по выживанию. Развивайте свои навыки и приручения, чтобы научить приручать различных животных. Вот. Ух ты, дождик у нас здесь. А мы можем же укрыться, да? Хороший отдых. Посылка. Смотреть историю. Назначить точкой маршрута. О, здесь можно вот убрать. Давайте вот другую. Вот эту вот. Вот эту давай уберём. Нафиг. Уничтожим. Пусть у меня будет одна палатка. В дальнейшем я разовью какие-нибудь навыки другие. И можно будет построить себе получше. Во. Верстак. Форма столба. Что для формы столба нужно? Кость и дерево. Понятно. Ну, к этому вернусь. Что ж, на этом я, пожалуй, закончу. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал. Делитесь видео с друзьями. И не забывайте оставлять комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok